Вот недаром говорят, заставь дурака богу молиться. Судя по новостям, которые попали в топ ушедшей недели, министерства и ведомства российского правительства мечтают стать олицетворением данной народной мудрости. Прям вот соревнования между собой устроили, кто большую глупость предложит и в жизнь воплотит, ну или хотя бы попытается сегодня об этом. Слушайте, то ли весна затянулась, то ли предвыборная кампания началась раньше времени, а на хороших политтехнологах решили сэкономить. Но вот у меня иной раз складывается такое ощущение, что в правительство Российской Федерации на постоянную работу пригласили продюсеров Дома-2, и они там затеяли съемки какого-то нового шоу-фрика. Как какой-нибудь наш министр или чиновник что-нибудь ляпнет, так хоть стой, хоть падает. Думаешь, господи, ребята, вы в своем уме, вы чем там вообще занимаетесь? Минтруп тут выдал. Они все силы и средства, ну средства, разумеется, наши с вами, народные, бросили на программу по внедрению электронных трудовых книжек. Сколько денег туда вломили, лучше даже не знать. А насколько своевременна такая идея, ну тоже, по-моему, очевидно. У нас проблем по самые главные. Куча направлений, которые нуждаются, подчеркну, нуждаются в финансовой поддержке. А слуги народа вместо этого тратят деньги не пойми на что. Ну помните, как в том бессмертном советском мультфильме я его отправил с заваренками, а он пошел и кеды купил, они, говорит, красивее. Вот об этом сегодня и предлагаю поговорить. Это реальная журналистика. Тема выпуска «Дом-2 в доме номер один. Построй свое министерство». Поехали! Ну и давайте повспоминаем, что умного и полезного российские министры предложили нам в последнее время. Весь прошедший год дули народу в уши о необходимости повышения пенсионного возраста. Мол, экономику по-другому не спасти. И поэтому заслуженный отдых в нынешних непростых условиях придется заслуживать до последнего. Пока еще ноги ходят и голова хоть как-то соображает. Муссировалась эта история долго и упорно. В конце концов чиновники решили себя начать, бросившись на амбразуру первыми и продавили закон о повышении пенсионного возраста чиновников. Ну прям подвиг совершили. Ага, вот только мои коллеги покопались во всем этом, попытались найти причину такой нечеловеческой жертвенности и ведь нашли, смотрим. Можно задать вопрос? Что выгоднее для казны? Где меньше денег бюджетных будет потрачено? Из налогов. На пенсии им, если их туда отправить, но при этом вы получите мобильность, ну все-таки сохранение некоторой мобильности, места для молодежи и так далее, и так далее. Или вы потратите больше денег, если будете платить им зарплату, и они будут сидеть на этом месте теперь до 65 лет. Кто-то это считал? Нет, мне просто интересно, я не знаю. Но у меня есть такой вопрос. У меня вообще подозрение такое, что вообще этот закон про продление пенсионного возраста чиновников вообще не про пенсии. Знаешь, кто открикнулся? Это закрепление рабочих мест просто за определенными категориями людей. Вот что это такое. Скажу откровенно, вот не являюсь большим поклонником господина Куликова, но согласитесь, говорит-то он по делу, нет. Впрочем, пенсионная реформа – это не единственная гениальная идея наших слуг народа. Буквально на днях они порадовали россиян свежей мыслью о сокращении заработных плат и пенсии с целью поддержки госкорпораций. Там, как выяснилось, недоедают с начала кризиса. Об этом я говорил в прошлом выпуске, и слава богу, что идея эта пока осталась только идеей. Из разряда «простите, херню сморозили». Однако в доме один на достигнутом не остановились и предложили очередной бред. Теперь там задумались о том, чтобы залезть в карман к безработным. Мол, давайте возродим закон о тунеядстве. Кто не работает, тот не ест. Более того, попадает еще и на штрафные санкции со стороны государства. Денежные, разумеется. В общем, крутяк. А самое смешное, что эта дурацкая идея пришла в голову чиновникам и депутатам из северной столицы. Города, который блокаду пережил. Где люди от голода в свое время умирали в прямом смысле. Заставят работать. Законодательное собрание Санкт-Петербурга предлагает наказывать россиян, которые не хотят трудоустраиваться свыше шести месяцев при наличии вакансий, пишет газета «Известия». Пакет поправок в ближайшее время чиновники хотят внести в Госдуму. Если проект поддержат, то тунеядцам придется один год ходить на исправительные работы. Закон не будет распространяться на людей до 18 лет, инвалидов, родителей детей инвалидов и женщин с детьми в возрасте до 14 лет. Эта инициатива поможет увеличить налоговые доходы государства. Вот мне всегда было интересно, прежде чем устроиться на работу чиновником или там на выборы пойти, эти люди какой-то кастинг специальный проходят. Для соискателей обязательно условия, чтобы их, например, в детстве уронили, а может быть предпочтение отдается тем, кого стоя рожали? Нет, я понимаю, что среди наших соотечественников действительно есть такие, которые зарабатывают в темную. Не регистрируются нигде и, соответственно, никаких налогов со своих доходов не отчисляют. А голову включить вы, господа, не пытались? Почему такое происходит? Не потому же, что у нас честно работать просто невозможно. Давайте посмотрим в сторону, например, малого бизнеса, на этих мелких лавочников, которых не обирает только ленивый, от какого-нибудь клерка из управы до простого ППСника. А еще и государство периодически им на помощь спешит, то сбор какой новый ведет, то взносы повысит. Про банковские кредиты вообще молчу, эти просто бандиты-грабители. Но чтобы заплатить по счетам государству, коммерсант вынужден идти к этим упырям, к охоборам. Вот закрыли мы свое дело все. А почему закрыли? Потому что нечем платить. Ну, как, банкрот. В Хакасии около 25 тысяч субъектов предпринимательства. Сегодня в Союз предпринимателей республики поступают массовые звонки. Отношения многих либо закрываться, либо уйти в тень. Ну, представляете, 36 тысяч нужно заплатить предпринимателю в пенсионный фонд. Да, некоторые предприниматели, большая часть, которые особенно занимаются сами, они, может быть, только получают эту сумму в прибыли-то. А им что, всю сумму надо отдать? А как кормить себя, семью? Вот и куда этим людям деваться? Хорошую работу, особенно в регионах, я имею в виду высокооплачиваемую. Не так-то просто найти. Там, где хорошо платят, как правило, сидят чьи-то родственники, друзья, знакомые. А то и просто мертвые души на таких должностях числятся. Низкоквалифицированные вакансии тоже существуют лишь на бумаге. На черновую работу работодателю проще взять какого-нибудь нелегала-гастарбайтера, а по сути раба. Он никак не защищен социально, а поэтому об него можно ноги вытирать, платить копейки, процентов 20 от реальной ставки, остальное на карман. Не так. Только вот чиновники наши об этом не в курсе, как обычно. Наш лучший друг – это президент Путин! Наш лучший друг – это президент Путин! Вы безработный? Да. Мы за Путина. Вот мы вдвоем безработные. Вдвоем? Я вдвоем за Путина. Наконец-то мы победили. Победили на Украине, победим в Сирии, победим везде. И Обаму, обезьяну победим. Он же, сука, нам работу не дает. Все испортил. То, что вы видели сейчас, это, конечно, фейк. Постановочный митинг безработных. Но с другой стороны, а что этого всего нет на самом деле? Я сейчас сижу и придумываю что-то от себя. Цифру в один миллион безработных я придумал, еще кто-то. Это только официальные данные. В реале, как вы понимаете, этот показатель гораздо выше. И не на какие-то там чуть-чуть. И все эти люди, по мнению наших чиновников из дома один, оказываются в тунеядце. Видимо, и вот эти тоже. В Краевом центре одним предприятием станет меньше. Мы уже сообщали, что Красноярский завод монтажных заготовок объявляет о своем банкротстве. И сегодня руководство объяснило, почему еще полтора года назад успешный завод оказался в долговой яме. И сейчас около ста человек отправляются за ворота. При этом зарплату людям не выплачивают уже полгода. Из ста человек, а в ноябре они уже данное сокращение провели, трудоустроилось из этих ста человек. Только 12 человек. Где эти люди? Вот вам, пожалуйста, еще сотня тунеядцев, оказавшихся на улице. И это только один пример, сколько таких заводов за последний, скажем, год обанкротилось и разорилось по всей стране. Сколько еще людей пополнили армию безработных тунеядцев. Это ведь они активно свои заводы разваливали. Они именно, они рабочие, кто же еще? Они не вкладывали деньги в перевооружение, в развитие. С них теперь и надо спрашивать, рублем их за это наказывать. И еще один момент, который мне интересен, не дай бог, такой закон у нас в стране примут. А где все эти безработные должны будут брать деньги на оплату налога за тунеядство? Я сейчас имею в виду не тех, кто реальными тунеядцами являются. Этих, кто уверен, данный закон даже не затронет. Пострадают те, кому просто не повезло. Вот они где должны будут взять деньги? Банки пойдут грабить? Прохожих на улице где? Где об этом в Доме-1 вообще подумали? Или как обычно, пернули что-то, а дальше куда кривая российской мечты вынесет? А у меня есть свое предложение. Давайте лучший закон о пустозвонах во власти примем. Выдал чиновник или политик глупость, особенно ту, которую не обосновать, ни разъяснить до конца не может. Штраф, несколько окладов и длительные общественные работы. Причем такие повонючие. Дерьмо где-нибудь разгребать, да так, чтобы у всех на глазах. Уверен, через пару месяцев уже и страну из кризиса вывезем, и деньги появятся, и рабочих рук сразу хоть добавляй нарисуется. Подумайте об этом. Это была реальная журналистика, сегодня вот так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте ролик, не забывайте заглядывать ко мне в соцсети, добавляться в друзья и предлагать тем. А у меня на этом все, пока. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok